Восемь месяцев страха. Атака российской оккупации вспоминает Виктория Яковлевна. Сначала в ее село зашли боевики, так называемые ДНР. Потом россияне. Затем появились буряты и кадыровцы. Самые худшие кадыровцы. Кадыровцы они и телят крали. Они вообще лазили, воровали все это. Женщина рассказывает, именно с этой улицы оккупанты обстреливали позиции вооруженных сил Украины. Танки и пушки специально устанавливали между домами. Местных использовали как живой щит. Они-то знали, что по домам те не будут стрелять, а сами стреляли, все туда стреляли. А если бы наши начали стрелять по ним, то домов у нас бы тоже не было бы. Это село в Херсонской области. Какое именно, не называем в целях безопасности местных жителей. Ведь рядом линия фронта. Украинские военные освободили населенный пункт в ноябре. И для селян теперь это самые ценные воспоминания. Да вы что? Да мы были в шоке, когда увидели наших. Мы кричали. Что вы? Мы очень рады были. Уже не могли дождаться. Восемь месяцев это как восемь лет. Запугивание, побои, издевательства. Все это пережили местные во время оккупации. Светлана вспоминает, как россияне искали у жителей телефоны. Опасаясь, что те сдают их позициям, пришлось закопать мобильные. Вывел меня на огород. У нас огород где-то гектар. Садись на колени. Села на колени. Прикладом в голову. Где телефон? Нет. В погребе меня отца, мужа били из-за этих телефонов. Я только просила одно. Не трогайте стариков. Не трогайте. Нет, они и их били. А кроме того, повальное мародерство. Россияне забрали все, что смогли украсть. И автомобили, и мебель, и бытовую технику. Что я могу сказать? Вы бы проехались, посмотрели мой дом. Мне негде просто жить. Растащили все. Ни посуды, ничего. Даже дочки на выпускное платье забрали. А это оставленные позиции россиян. Здесь все вперемешку. И награбленное, и штабные документы, и снаряды, которые так и бросят. Убегая. Вдобавок, горы мусора. В общем, это алкоголь. Энергетические напитки. Рядом стоят и гонки, и мусор. То есть, если посмотреть, они жили здесь. Не жили, а существовали. Как собаки. Существа. Между полей следы ожесточенных боев, произошедших в ходе освобождения Херсонской области. То здесь, то там уничтоженная техника противника. Сгоревшие танки, БТР и БМП. Но главный экспонат этого музея под открытым небом – это тигры, бронированные машины, которые российская пропаганда называет гордостью своей оборонки. Вот это место попадания. Это град наш, украинский, который зашел. Здесь можно увидеть тоже заход градов. Развернули эти машинки так, что они уже никогда никуда не поедут и не сделают ничего плохого больше нашей свободной Украине. То же самое произошло и с этой машиной. Можно допустить, что это были или связисты, или командная машина. Потому что мы можем видеть здесь выдвинутые антенны. Убегая, захватчики разрушали все на своем пути. Вот, например, опора высоковольтной линии. Россияне обложили ее взрывчаткой и подорвали. В ближайших селах до сих пор нет электроснабжения. Но самая большая проблема – мины. Противник буквально усыпал ими окрестности. Поэтому местные теперь пасут здесь коров с риском для жизни. Я вынужден пасти, потому что люди боятся. Здесь заминировано все вокруг. Очень много после себя оставили заминированных дорог. Все, что можно было сделать, чтобы именно гражданскому и ненамирному населению было как можно хуже. Все это было сделано. Сейчас в этой части региона находится в частности 126-я бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Кроме выполнения, собственно, боевых задач, военные поддерживают гражданское население. Ведь из-за близости фронта местные органы власти не всегда в состоянии решить тот или иной вопрос. Например, один из таких вопросов – это может быть доставка гуманитарной помощи в те населенные пункты, в те села, которые находятся под обстрелами страны-агрессора. Военные – это сейчас фактически представители украинского государства здесь на местах. Сейчас жизнь в село понемногу возвращается. Несмотря на сохраняющуюся угрозу обстрелов, возобновляют работу и магазины, и предприятия. А местные, в свою очередь, страстно желают, чтобы как можно скорее была освобождена от захватчиков и левобережная часть региона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok